доброе утро дорогие друзья приветствую вас на интер стриме трейдеров utrade tv мы начинаем программу торговый план за сегодня 28 сентября 2017 года четверг меня зовут игорь суздальцев и давайте посмотрим на то как мы вчера завершили свой рабочий день индекс ммвb 2081 пунктов отметки этой достигли мы плюс 0 4 процента индекс ртс 1126 пунктов минус три сотых процента номинальное снижение доллар рубль на споте 58 рублей 19 копеек за 1 доллар доллар вырос на 37 копеек и евро вырос на 22 копейки 68 рублей 36 копеек дают сейчас за 1 евро там же на споте давайте посмотрим на графике как они выглядят и что интересного нам несут биткоин друзья вчера снизился сегодня растет так секундочку это часовой график а нет слушайте вы то 4229 по дню это я часовой график посмотрел испугался я вам говорил вчера всю неделю говорил друзья биткоин покупаем только биток бьет доллар смотрите что творится 4 229 ну красота ведь красота и да и мы смотрите мы уже за два месяца отбиваемся мы отбиваемся за два месяца снижения предыдущих как мой третий месяц сейчас отобьем за две недели и так и третью неделю отобьем да мы на хаи идем тут их бабки не ходить но он доходил может быть ночью выше я просто сейчас в моменте смотрю 4 229 опять же на разных площадках владислав по разному копирует эти криптовалюты а нефти друзья не смогли мы вчера выйти на уровень моей покупки сейчас моменте 51 88 получается мы третий день снижаемся по нефти да так ну совсем чуть-чуть но все-таки снижаемся кстати а что вчера у нас было по запасам нефти я вчера даже не посмотрел давайте глянем я ушел с работы даже не посмотрел запасы нефти вчера сырой нефти минус 1,8 миллиона баррелей о о и что нефть на этой теме не стрельнула а слушайте а что происходит вообще а давайте включим часовой график что у нас было в это время но в это время это как раз после этого так немножко нефть приподняли но быстро достаточно сдулась она да так бы еще глубже было наверно ну так торговый диапазон идет у нас серьезный странно странно не знаю я жду нефть наверх вы как сносили видимо узнали что моя поза была снесена в основном частично осталось вот наверх не торопимся ну про торговка да из нисходящего тренда был вышли друзья по торговой мся вправо ждем когда будет движение наверх давайте отметим максимальное закрытие за последние часы это 1758 ну и будем ждать пробой этой точки вот так в целом получается даже мы снижаемся четвертый день по сегодняшнему дню мы тоже в минусе в общем если будет откат он будет только в пятницу это если будет друзья фунт доллар коллеги пятый день вниз тоже без шансов доллар доминирует доллар иена третий день рост без шансов доллар франк третий день в рост без шансов друзья стоим сегодня по тренду это понятно в сторону укрепления доллара кроме биткойна доллар канадец второй день рост причем по канадцу прям смотрите стремительно так уходит сегодня доллар мексиканский песо ну конечно это прямо вот это четвертый день рост и какой-то рекордный вообще роста бьет доллар по первым по мексиканскому песо такое впечатление что нефть уже по 20 знаете ну конечно такое слишком активная реакция получается уже на хаях практически опять здесь мы уже были в общем возвращаться будем долго мексиканский песо не берите ни в коем случае пока доллар по нему скачет гораздо активнее чем по другим инструментам австралийский доллар четвертый день вниз тоже без шансов пробивает все уровни посмотрите здесь раз пробил два двойная вершина пробиваем ее и такое впечатление что еще на 24 пипса двинемся вниз ой 24 235 пипсов двинемся вниз вот полное впечатление сейчас ломанемся на эту же ширину новозеландец тоже явно стремится четвертый день вниз явно стремится к поддержке 0 7146 и сегодня не вижу разворота этой тенденции золото третий день вниз без шансов серебро третий день низ без шансов индекс давайте посмотрим как себя чувствует поднял индекс пятый день наверх пока удержать его не могут и похоже сегодня не удержит ну что пятничный разворот будем ждать видимо пока если смотрите если на той неделе как-то было разнобой то здесь прямо ну четыре дня подряд сильно сильный сколько по неделе сделал но и посмотрите какой положительный недельный заряд сегодня продолжаем тренд а завтра может немножко и откатить сегодня шортить доллар не видно никаких для этого оснований коллеги давайте посмотрим глобальные новости сегодняшнего дня продолжает дональд трамп ругаться со всеми бизнесменами в америке он якобы так сказать сторонник бизнеса со всеми попереругался сейчас обвинил дона на фейсбук в том что он всегда был против него фейсбук против трампа сравнил сеть с фейковыми новостями и так далее ну а цукерберг говорит что мы работаем фейсбук чтобы объединить людей и построить сообщество для всех центральная идея что любой человек может высказывать любые идеи и в этом основа паскать основная такая либеральная идея фейсбука да это действительно так ну только что если вы на счете какие-то такие знаете человека ненавистнические или агрессивные вещи делать тогда за так вы века он закроет или предупредят вот но фейсбук работает для всех это вот действительно его концепция и там чтобы прям специально против трампа ну понятно зря он разругался с у кербергом видимо чувствует что марк пойдет на президента на следующий срок уже и так немножечко заволновался травм занервничал замены ничего хорошего для него и для доллара это не да не принесет значит каталония готовится выйти из состава испании уже воскресенье референдум друзья мадрид принимает все меры чтобы голосование не состоялось такое впечатление что это американцы подогревают барселону на выход от из испании вот серьезно как только доллар падает все каталония начинает отделяться сейчас доллар подрастет каталония не будет отделяться понятно что ну сто процентов американские уши прям торчат оттуда российские новости друзья минфин решил увеличить секретные расходы в 2017 году на сто восемьдесят четыре миллиарда рублей я вот не знаю вот эти вот по секретные расходы я вообще-то гражданин россии хочу все знать это в принципе неправильно это в принципе неправильно а тут еще каждый год их увеличивают но не знаю друзья а главная финансовая новость заключается в том прямо скандальная новость слушайте компания шишханова это бирбин банк владелец заложила промсвязь банку бумаги на четырнадцать с половиной миллиардов рублей в рамках сделки репо были заложены пакет акций русснефти и облигация без бин банка вот это было сделано через компанию регион инвест владельцем которой является михаил шишханов вот и это говорит о том что если у кого-то есть деньги промсвязь банки или торговый счет там есть блокерские услуги бегом забирайте свои деньги потому что разговоры помните неделю назад мы читали новость московский кредитные банки и промсвязь банк выступили на тему что у нас нет связи с открытием или избит банком и там не то что у них проблема нас это не касается прям так аргументировано а тут выясняется вообще-то их разоблачили промсвязь банк не сможет сейчас сейчас найти кишом погасить эти убытки 14 с половиной миллиардов рублей невозможно все денег нет ни у кого все промсвязь банк все потому что такой так сказать токсичный актив в связи с санацией битбанка это конечно никто не вытянут абсолютно абсолютно а что тогда врали людям рассказывали никак не связано никак не зависит не хорошо не хорошо хорошо не врали я отзывая назад слова врали а скажем так не договаривали не договаривали о то есть получается что там связь банк знал все как они-то знают что у них токсичный актив на 14 с половиной миллиардов рублей и молчит а клиентам не сказал не хорошо поэтому тот помните аналитика который написал что четыре банка связаны это открытие бинбанк московский кредитной банке пронсвязь банк и если падает открыть это падают все четыре ну чё вот его критикуют там что-то ругает за что-то а за что ругает-то сергей гаврилов зовут аналитика он правду сказал за открытием все остальное валится завтра то есть понятно что сегодня пронсвязь банк завтра московский кредитный банк. Это понятно, очевидно. Они были, видимо, как их называют, московское кольцо. Видимо, они действительно так были взаимосвязаны через систему межбанковского кредитования. Мы-то, понятно, детали не знаем, можем только опираться на мнение аналитиков. Друзья, сейчас резко выросли зарплаты у юристов. Компании много платят за широкую специализацию и умение решать самые разные задачи. На самом деле, юристы сейчас получают самые большие зарплаты за закрытие бизнеса в безуголовной ответственности руководителя и членов правления, и основных акционеров. Все. Акционер приглашает, говорит, закрой компанию. Сейчас все закрываются, никто не открывается. Закрой компанию, только чтобы я в тюрьму не сел. Я тебе там сколько дам? Все. И юристы бегают, суетятся, организуют. М-банк, друзья, подал иск о признании ВИН-авиабанкова. Оба-на. Вот. Ну и владелец ВИМ-авиа покинули Россию в ошибке Светлана Мурсикаевой. Говорят, что они улетели за рубеж, якобы в Стамбул. Вот. Интересная новость, интересная новость. И тут еще такие новости, прямо связанные с Мурсикаевами. Генпрокуратура займется поиском за рубежом независимых активов россиян. Оба-на. То есть, Генпрокуратура Российской Федерации станет уполномоченным органом для выявления возвращения из иностранных юридикций активов, которые россияне получили коррупционным путем. Оставшиеся 10 минут ведущий смеялся. Изумлялся. Надзорное ведомство также будет отвечать за выявление принадлежащих россиянам счетов в иностранных банках и других иностранных финансовых инструментов. Еще раз говорю, Генеральная прокуратура будет отвечать за выявление принадлежащих россиянам счетов в иностранных банках и других иностранных финансовых инструментов. Я надеюсь, все меня услышали. Следующая новость, друзья. Банки столкнулись с дефицитом валюты. Так что, может быть, сегодня рублик-то как раз не сможет устоять. Раз такая новость по всем каналам идет с банки заняли ОЦБ по сделкам валютного слопа. Максимальный за всю историю существования этого инструмента с 2014 года объем средств полтора миллиарда долларов, сообщает Банк России. О, значит, баксов нет. Значит, будут покупать на рынке. Сегодня рубль покупать. Осторожно. Сегодня доллар попрет и по рублю, я думаю. Далее. Технические аналитики Газпромбанка. Ну, это новость после первой новости. Вторая новость нас уже не удивляет. Технические аналитики Газпромбанка считают, что сейчас благоприятный момент для закрытия коротких позиций по доллару против рубля. Ну, и как бы ожидают становления бычьего тренда. Ну, поскольку эту новость знаем, мы уже без них знаем. Бучий тренд начинается. Когда полтора ирда зелеными заняли у Банка России. Да, максимальный объем средств. А вот какие свопы по сроку овернайт? Ну, не овернайт, я думаю, недельные, наверное, свопы. Ну, понятно. Ну, понятно. Есть отток валюты, свободная ставка в валюте уменьшается. Мудрости никакой не надо иметь. Раз берут, значит, нужны. Это же не бесплатно, они же за это деньги платят. Далее, друзья. Московские новости. Серый водород сконцентрировался в Балашихе. Оба она зафиксировали превышение ПДК в 625 раз. Ничего себе. Ничего себе. А Балашиха, вот от меня отсюда, Балашиха, ну, километров пять, наверное, начинается. О-о-о-о. Я вот чувствую, что-то вот не то. Эта касса сервободород превышена 625 раз. Нифига себе. Ну, я не думаю, до нас прямо это еще в Балашихе, может быть, еще километров 15. за Балашихой. Вот. То есть, это не так все-таки близко, но если что, сказать, что я пострадавший, можно. Далее, коллеги. На севере Мексики прошел дождь с рыбами. О, прикольно, удобно. Вышел на улицу, бах, рыбочки. И главный, коллеги, за вопрос дня придумайте подпись к этой фотографии. О чем Герман Греф хочет нам сказать, друзья? Какие версии? Что имеет в виду Герман Греф? Кому он адресует свой месседж? Какие версии в чате, пожалуйста, давайте. Ну, а мы с вами двинемся дальше. Монета нефть марки Брэнд сегодня. Эх, нету что-то боев у нас никаких. Бай, сел, две стороны у монеты. Оп, смотрим. Бай, пишет монета. И я тоже бай, но вот что-то вчера нам не сильно повезло. Смотрите, нефть держит. Дмитрий пишет, один лям, вы имеете, увлекая в два ляма, а Греф один, не, 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 я думаю, это другой месседж. Глубже смотрите, ширше. Я читаю, я читаю ваши версии, друзья, озвучивать не буду. Все, коллеги, двигаемся дальше. Значит, экономический календарь. сегодня. Что у нас интересного? Четверг сегодня у нас. Вот я вижу, что через час выступает Банк Англии, Карни. Интересно. смотрим, друзья. ВВП США в 15.30, число первичных заявок на получение по безработице США в 15.30, ждут, кстати, роста, а ВВП ждут подтверждения 3%, как и было. Ну и все вроде. Ну что, в 15.30, нет, еще подождите, в 15.30, в 11.15 Карни, Карни может, может двинуть рынок. Все, коллеги, подводим итоги. Ну, что вам сказать? По, естественно, вопрос номер один, по евро-доллару. Евро-доллар сегодня, на мой взгляд, продовольный. Доллар доминирует по всем направлениям, продолжит рост, но может быть уже помедленнее, может быть люди начнут готовиться к фиксации прибыли в пятницу во второй половине дня. Вот, кстати, посмотрим, динамика будет такой же мощной, как три дня подряд, или сегодня поскромнее. Посмотрим. На мой взгляд, поскромнее должно быть. Как-то уже за три дня, мне кажется, набрались все. Ну, увидим, что тут как бы. Но, то, что динамика, укрепление доллара сегодня совершенно однозначна. Плюс ко всему, друзья, после новостей, о больших свопах валютных российских банков, я думаю, что и рубль сегодня уступит. Новость эта пошла гулять, все в теме. Вот, поэтому думаю, что доллар сегодня будет доминировать и на российском рынке. Рубль будет снижаться, доллар будет расти. Ну, и на фондовый и срочный рынок это вряд ли окажет хорошее влияние. На мой взгляд, сегодня продажи больше по российскому фондовому срочному рынку тоже вероятны, скорее всего. Спасибо, друзья. Всем удачи.